Он стал правителем в 10-летнем возрасте. Первым из русских царей совершил длительное путешествие по Европе, а после возвращения развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одна из его заслуг – расширение территории России в Прибалтийском регионе после победы в Северной войне, что обеспечило выход к Балтийскому морю и позволило ему принять в 1721 году титул российского императора. 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Император бывал и в Самарском крае, причем дважды. Оба приезда были связаны с подготовкой к военным походам. Еще совсем молодым в 1695 году Петр I во главе флотилии плыл, чтобы принять участие в Азовском походе вниз по Волге, останавливался в Сызрани, где встречался с командиром местного гарнизона. После того, как Петр увидел эти земли и когда уже началась русско-шведская война, начинается активный поиск месторождений серы для того, для боеприпасов, для создания артиллерии. И находятся серные источники в районе нынешнего Сергиевский район. Это Сергиев, Серноводск. И там закладываются небольшие поселения, свозят туда работные люди, крестьяне. Основываются небольшие вот такие крепости. И по Соку, это в среднее течение Сока, и по Соку в сторону Самары закладываются отдельные тоже небольшие редуты крепости, например, Красный Яр изначальный. Для защиты от нападений кочевников, башкир, прежде всего, вот этих вот поселений, где добывалась сера. Второе посещение Самары Петром случилось в июне 1722 года. Он плыл с супругой Екатериной мимо села Новодевичьей, которая принадлежала его главному соратнику, князю Меньшикову, и остановился в Самаре. Его встретил комендант, полковник Кушников и казаки уральского войска во главе с атаманом. Император осмотрел крепость, окрестности, которые были обнесены деревянной стеной, а его супруга сходила в Троицкую церковь, самую первую в Самаре. Ну, по сути, Петр создал самарскую промышленность, пока, может быть, не в самой Самаре, а в крае, потому что вот это серное производство, серная добыча, это первое было промышленное производство, пусть там в минимальном самом виде, на территории нашего края. Ну, собственно говоря, первая промышленность, первый курорт, то есть что-то не связанное с, так как сейчас можно было сказать, военно-промышленным комплексом. Ну и в целом, благодаря Петру сюда пошли люди, профессионалы, которые вот занимались той же разработкой из серных источников, потом серной добычи на Самарской луке. То есть, в принципе, так же, как для всей России, это поднятие промышленности и развитие какой-то культурной составляющей, чем вот были, например, курорты по того времени. Это часть такой новой культуры, которую создавал Петр. Самарцы об императоре помнят и о его делах отзываются с уважением. Петр Первый – это цель России, первый император. И что еще о нем можно сказать? Реформатор, цель Реформатора, порубивший окно в Европу. Он учредитель большого числа государственных органов, таких как Сенат. С его приходом начались проводиться многие реформы, в том числе и военные. Провел реформу, где европеизировал внешность своих приближенных, и как раз про городы, та тоже он их заставил сбрить. Это император России, который пришел к власти довольно интересным, то есть не скучная у него жизнь была. Он, как император, начал поднимать нашу страну, то есть очень хорошим правителем был, насколько я знаю. Во-первых, он основал Санкт-Петербург, занимался судостроением. Благодаря ему оно у нас в России начало развиваться. Наследие Петра великое, и мы должны помнить, ценить, потому что это стало вектором для развития дальнейшего государства нашего. Есть легенда, что Петр I, гостя в Самаре, поднимался на Царев курган, расположенный в Царевщине. Но историки считают, что это только красивая сказка. Виктория Шарая, Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События.